В прошлые годы ничего не делалось, ведь у нас вообще да. Эта встреча далеко не первая. Коммунальщики держали ответ перед жильцами набережной 35А еще осенью прошлого года. Тогда очную ставку тоже устроил по просьбе жителей депутат Госдумы Георгий Шевцов. Вопросов было очень много, в их числе, например, куда делись деньги, что люди платили на ремонты в течение 25 лет. Коммунальщики считают, теперь этот вопрос скорее риторический. Когда предлагаешь собрать свои средства на тот же ремонт швов, на ремонт подъездов, тут уже непонимание, а где деньги, там в предыдущих годах мы живем в доме 25 лет, ремонты не делались, но не надо вспоминать про эти 25 лет, скажем так. Мы работаем три года, поэтому вот. Но и за последние три года у жителей дома накопилось немало вопросов и претензий к работникам управляющей компании. Вот лишь несколько пунктов из этого списка. Проблема, которую вы решили уже у нас, поставили окна по подъездам, потом отремонтировали подъезды, отремонтировали крыльцо, частично отремонтированы швы, но в большей части еще не отремонтированы. Нынешняя встреча депутата, чиновников, коммунальщиков и жильцов как раз получилась в разгар ремонта двора. Тут тоже есть о чем поговорить. К примеру, проект нового двора, по мнению жильцов, не учитывает потребности людей в парковках. Ремонтируют и выезд на набережную. Вот только как он был узким, так и остался. Как не было здесь пешеходной дорожки, так тут ее и не предусмотрели. После длительного обсуждения стороны все же пришли к общему знаменателю. Проект ремонта двора пересмотрят. Но что же делать в подобных случаях другим жителям города? Тоже приглашать представителей власти. Нужно создавать советы дома. Будет совет дома, больше будет порядка. Должен заключать договор с управляющей компанией, должен контролировать и принимать все работы, которые проводят управляющие компании. Без визы совета дома ничего оплачиваться не должно. Поэтому я обращаюсь ко всем горожанам. Создавайте советы домов, мэрия вам это делать поможет. И тогда у нас будут более прозрачные и оперативные отношения между жильцами и управляющими компаниями. В создании совета дома есть немало плюсов. Главное, не придется каждый раз собирать общее собрание жильцов. А в многоэтажках это по несколько сотен человек. Другое дело, что если члены совета примут неугодное своим соседям решение, тогда им самим придется ответить за сделанное.